Ребята, всем привет! Добро пожаловать на канал JoyWire! С вами снова Джой! Давайте вернёмся к нашему маленькому человечку-жёну, который пытается выжить в этом страшном мире под названием RimWorld. Давайте посмотрим, к чему нас приведёт сегодняшний эпизод. Я всё же хотел бы огородить вот это место. Но, к сожалению, мегапауки всё ещё не спят, а подходить на такую дистанцию достаточно страшно. Давайте просто подождём, посмотрим, что будет с нами утром. Ветрогенератор работает, это офигенно. У нас есть... Чё у нас там? Чуть-чуть ягод. Единичка, если быть точным. Надо посмотреть, есть ли... На 66 выросло. Эти кусты не выросшие. Чуть-чуть помедленнее скорость. О, кстати, есть немного лечебного корня. К сожалению, только один из них вырос. Соберём всё, пусть... Пусть лучше будет. А чё у нас тут по ягодам? Далековато, и они всё ещё не созрели. Нажмём собрать созревшие. Возможно... Смотрите, это зубры. Никогда не видел. Мы, походу, с новым патчем добавили. У-у-у. That's huge. Куча, куча выровших... Вы... 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 Выросших... Ох, инсульт пробил. Не в то время. Не в том месте. Слушай, у нас немножко еды будет. Меня всё ещё пугает, что он в любой момент может его заклинить, и он решит... Просто пойти не туда. 33. Нормально. Нормально, нормально. Так, чё у нас на сегодня ещё на повестке дня? Можно собрать эти, кстати, раз... Раз он уже начал. А! Всё-всё-всё, развлекайся, развлекайся. Что? Что? Что тебе не нравится? Что с тобой не так? Удовлетворённость. Крайнее недовольство. Постоянная работа, понимаешь? Мы... Мы вообще-то пытаемся выжить. Алло. В смысле? Всё, успокоился. Тебе же нравится всё. Почему ты быкуешь? Во, видишь, ты... Камень добываешь там. Как уже наступила ночь? Мы, по-моему, только что влезли в новый день. Тут хорошая идея будет, кстати, запихать факел, потому что... Колонисты быстрее добывают руду, когда рядом есть источник света. И у меня нет древесины, конечно же. Хм... Здесь есть рядышком где-нибудь созревшие деревья? 53... 72... 94... У-у-у... Есть, есть... 96... Я думаю, этого будет достаточно. Всё, ты разуй... Смотри, как ты хорошо время проводишь. Ё-о-а-а. У нас очень мало еды. У нас всё очень-очень страшно. Здесь, я думаю, можно поставить ещё одну пару дверей и ещё пару ловушек. Ну, и то же самое здесь сделать. Нам бы начать... Развивать ему навык ремесла, чтобы хотя бы замутить себе лук. Лук это будет прям вообще огромное достижение. Огромное просто. Давайте переждём эту ночку и посмотрим, что нам принесёт грядущий день. Ну, кстати, эти сволочи спят. Не-не, они просыпаются ещё раньше. У-у-у, у него уже 5 растениеводства. Как у нас здесь по этой... Плодородность сотня. Можно внутри территории посадить что-нибудь. Бем. Давайте сделаем здесь зону посадки. Слишком большая для одного колониста. Мне кажется, можно сделать типа... 6 на 6, например. Так, что он там колбасит? Допустим. И посадим рис, потому что он достаточно быстро растёт. Пусть будет риск. Так, ты где, старичок? А, это ты пытаешься построить двери, но у тебя ничего не получается, да? А, ну, конечно же, отличная идея рубить по одному, да? И потом, как бы... Таскать от каждого дерева. Давай ты добудешь всё, а потом просто перенесёшь всё. Как тебе идея? Вау, ты посмотри, как продуктивно. Ничего себе. Почти, я должен заниматься этим микроменеджментом каким-то. Так, подожди, подожди. Раз ты уже здесь. Давай ты добудешь... Ещё вот это дерево. Не-не-не. Ты сразу добудешь это дерево, это... Это... И потом всё кучу перенесёшь. И вообще будешь просто красавчиком. Лапу, и у нас есть ещё чуть-чуть дерево. Так. У нас есть ещё чуть-чуть стали. А чё у нас по кровати? Плохая кровать. Спальня, в принципе... Достаточно омерзительная. Но у нас недостаточно дерева, чтобы вливать. Ну, то есть, дерево, в принципе, присутствует в каком-то количестве. И я бы не хотел... Всё дерево вкидывать в пол. Делать какую-то красивую комнату. Это пока... Пока не критично. Может быть, здесь есть звери, которых убили другие хищные звери. И мы можем поживиться трубчиком. Господи, балбес. Ты что, ягоды-то оставляешь повсюду? Ёма. Поэтому у нас нет ничего хорошего. Потому что ты не хочешь ничего хорошего. Этих дурачков... Ничего-ничего. Ты сейчас принесёшь себе еды. Всё в порядке. Теперь у тебя есть ещё немного еды. Тридцать четыре. Во, и он посадит рис. И рис не должен мешать нашему генератору. А ещё мы, кстати, можем применить, наверное... Мы можем присобачивать кондиционер. А, чуть-чуть не хватает. Придётся прокладывать пару проводов. Мы можем присоединить сюда кондиционер. И у нас будет происходить небольшое охлаждение. У нас хватает? Девяносто стали? Ну, это как бы не проблема. Сталь добыть всегда можно. И нужен кабель. Мне бы не хотелось сделать кабель на открытом воздухе. Потому что в условиях дождя это как бы... Ну, не очень хорошо. Сразу поставим в кью, чтобы он набрал здесь руды. Сколько у нас? Стали 55. Ещё чуть-чуть надо. 82. По идее, хватает. Сейчас он отдохнёт, достроит кондей. Мы здесь сделаем холодно. Еда не будет. Но почему? А, ему не хватает навыка, да? Да? Чё он говорит? Низкий навык строительства. Лады, лады. Но проблемос. Это мы поправим. Так, чё у нас здесь? Почему он... Ненавижу этот... мелкомоторный менеджмент, когда колонисты берут и просто бросают еду на полу. Отвратительно. Ну, ты добыл, ты отнеси и как бы... Камон, дядь. Вообще, наверное, достаточно стрёмно, что он уже какое-то количество времени достаточно долгое питается одними ягодами. Так, можно в кью поставить вырезание ещё от дубинок. И как только он апнет третий или четвёртый, я не помню, к сожалению, можно будет сделать лук. Уу, слушай, а ему вроде бы нравится. Опа! Наш первый рейд. Фиди, скиталюса. Женщина, 42 года, бродяга, фракция, каменное общество. У неё нож из стали с собой, футболка из ткани плохая. То есть, от неё мы, в общем-то, ничего не можем получить хорошего. Персона. Она не может заниматься уходом и общением, но она быстро обучаемая. У неё слабый иммунитет. Чё она умеет? У неё дальний бой 9, ближний бой 8. То есть, как бы, пвп отменяется. Не стоит, не стоит. Неплохая идея сейчас будет... Ограничить домашнюю область всё-таки. Здесь отключить автоматическое расширение домашней области. Где это? Вот это? Автоматическое добавление домашней области, да. Мы добавим вот этот кусок с железом. Допустим. Не суть. Просто, чтобы было. Вдруг придётся добыть. И присвоим жену к домашней зоне. И пусть тусит здесь. Я думаю, ты придумаешь, чем ещё здесь себя занять. Где там наш рейдер? Пока всё ещё... Ууу, здесь... Кстати, трубчик. Который мы можем забрать. Верховный советник фракции. Умер верховный советник фракции. Партия Шоба. Прекрасные новости. Замечательно. Очень рад. Были близкими друзьями. Не очень. Ууу, у нас горное дело 4 уже. Так, кстати. Чё у нас по навыку ремесла? Ремесло. Единичка. Всё ещё единица? Ты же сделал там типа миллион дубинок уже. Ну ладно. А, ну видимо из-за того, что у меня не было дерева. А! Ну такой вариант я тоже рассматривал. Да, ладно. Что-то такое я тоже себе представлял, да? Ну, как бы норм. Они, кстати, сейчас достаточно далеко свалили. Но у меня нет дерева достаточно. Да? 31 дерево. 5. 5. 5. 20. Блядь, мне не хватает на дверь в этом месте. Чёрт! Я не хочу будить его среди ночи, скажу честно. Не хочу его будить среди ночи. А так нам бы кусочек дерева, и сейчас пока они спят. Бзз, замыкание. Вот этого я, кстати, тоже опасался. Тушить. Жёна, извини, у нас закончилась еда. Ну мы, кстати, каннибалы. Но эти ребята не дадут забрать труп. Это я прям гарантирую. А это я прям гарантирую. А за этим трупом он побежит вот этим путём. И, как бы, тоже не очень хорошо всё произойдёт. Ну здесь, кстати, ещё один трупчик валяется. Чё у нас ещё интересного на карте пока. Здесь ещё одна, кстати, заначка. Мега пауков. А может мы можем грибы добыть здесь? Здесь есть грибы. Их же тоже можно есть. Я боюсь, что это опасное какое-то мероприятие, но... Допустим. Если это еда, и на какое-то время её хватит, почему нет? Первый рейд. Я ожидал другого результата. Я ожидал, что всё-таки рейдер хотя бы доберётся до нас. Все рейдеры, которые будут спауниться в этой части, они будут идти через пещеру, потому что это кратчайший путь. Сто процентов. Да, дерево, дерево. Можно собрать, можно собрать. Тяжело выживать в одиночку, но... Он бахнул грибочков. Интересно, заторчит ли. Так, пусть он срубит сперва деревья, которые я и пометил. Очень странно прозвучало. Я имел в виду другое, конечно же, но... Допустим, деревья, которые я пометил. Ладно. Соберёт грибочки, пусть... Потом... О, 43 из грибов. Это на два приёма пищи. Если они, конечно, не ядовитые. Опять же, может быть, он внезапно уже просто вытекает. Ну, вроде пока не отравился. Сколько там роста? 41. У нас почти вырос рис. У, слушай, он сам себе фигачит еду. А это, кстати, на 4 порции. Что, ты отравился? Почему у тебя риск нервного срыва? Ты хорошо время проводишь. Поменьше ли унылой работы? Ну, тебе вообще-то всё нравится. Давай мы не будем. Так, чтобы не было замыканий, мы здесь построим кусочки стены. И у нас есть дерево достаточно, да? Давай мы сделаем вот это. Давай, друг. У тебя получится. Они его спалили. Вообще, вроде нет. Ещё. И вот это. Охеренно. Фу. That's big. Всё. Нормально. Зайчиха прибивается к поселению. Я боюсь вам признаваться, но звучит как... Как юда. Мы отправим её сейчас тусить где-нибудь в районе... Нам сейчас точно не по карману... Сделаем лечение. Нам точно не по карману заниматься домашними животными, чтобы они подъедали нашу еду. Тем более, такое бесполезное животное, как заяц, он только что сожрал нашу еду. Не назначен работать с животными. Мы это сейчас исправим. Ты проснёшься? Мне очень тяжело на душе от того, что нам придётся угробить этого зайчика. Но у нас нет выбора. Он для нас отягощение. Сколько с него мяса? Кстати. Кстати. Место для разделки. Разделывать тушу. Бесконечно. Я же переставлял место точно. Я забыл. Тринадцать мяса. Это... Не... Не очень много. Не очень много. Но опять же, это зайчиха. Как бы... Многого мы и не ждали. Собственно. Что там ещё грибочки? Ууууу. Кстати. Сорок еды. Он может... Он может приготовить себе ещё блюд. Хорош. Так. Какой должен быть навык строительства, чтобы... Подожди. У нас не хватает компонентов и всего-то. То есть это то, что нас останавливало? Второй уровень кулинарии. Теперь у него где-то 2% шанс травануться от своей еды. Да, неплохо, неплохо. Поставим сразу в кию еще добычу этой стали. И у нас нормально так ресурсов. Мы уже можем частично стены сделать стальными. Хотя бы внешнюю стену переделать на стальную. И надеяться, что нас не сожгут, как минимум. У меня есть 3 рациона. 3 и 1 смешанный. Или наоборот, 1 с грибами и 3 мяса там намешанное с грибами. Что-то, что-то, короче, что-то есть. Что-то там, безусловно, есть. Так, давай мы приостановимся с горным делом здесь. И отправим тебя добывать залежи. Здесь. Потому что, я признаюсь честно, этот ресурс нам сейчас важнее. Два. Слабый гул для мужчин. О, это не очень хорошо. Да еще скинет немножко настроение нашему персонажу Жона. Так, это можно не собирать. Перенеси эти компоненты. И построй. И горное дело 5. Ты посмотри, с какой скоростью он уже там лупит. Друг, я умоляю. Сколько нужно? Ты мне скажи. Все сделаем ради тебя. Ты скажи, сколько тебе надо. Пятый? А у него разве нет 5 в строительстве? А, 4. Э, там децил осталось. Полторы тысячи. У нас, кстати, почти вырос рис. У-у-у-у. Что-нибудь надо построить. Надо чего-нибудь построить. И... Чтобы как минимум опнуть уровень. Сделать охлаждалку. И потом начать заниматься исследованиями. Все-таки. Ох, страшно. Так, чем мы можем улучшить твою хибару здесь? Давай мы начнем с того, что ты... Вот это уберешь. Здесь все сгладишь. Комната станет поприятнее. Потому что вокруг у тебя будут мраморные стены. Он немножко приятнее будет проводить время. Чего у тебя по настроению? Нужды. Отдых. Ты его получаешь. Ужасная спальня. Это мы исправим. Сон на жаре. Ну, признаюсь честно, да. У него достаточно жарко. Давайте сделаем ему... Испаритель. А костер... Костер уберем. Костер уберем, пока. У нас есть пара рационов. Если что, к тому моменту мы придумаем что-нибудь поинтереснее. У него, безусловно, жарко из-за того, что костер в комнате. А это мой косяк. Но это не самое страшное. Куда ты бегаешь? Почему ты носишь по одной штучке? Ты что? Вообще ебоба. Перенеси сразу паком. Здесь, кстати, еще можно кусты добыть. А потом ты просто все кучей перенесешь. Зачем бегать-то по нескольку раз? Это пустая трата. Это пустая трата времени. Вот. И он нацеплял вообще все, что нужно. Все. И теперь у него 20. Вот. У него неплохая спальня. Сейчас он еще выровнит стены. Кстати, я не уверен, но улучшает ли это скилл строительство? Да. Да. Слушай, это улучшает скилл строительство. И у нас уже есть пятый уровень. Давай ты покушаешь, потом ты построишь кондей. Я надеюсь, ты его не зафакапишь. Тупой еблан. Ох. Ох, придурок. О, дурачина. Ух. Ты заслужил свою ужасную спальню за этот косяк. Потому что... У нас... Это все запасы деталей. Ты понимаешь? Это все. You know. И у нас созрел рис. У нас созрел рис. Не обязательно теперь ходить за... Ягодами и грибами. Можно. Но не обязательно. У нас есть рис. Группа путешественников из фракции Зеленый Договор проходят мимо. Можно попробовать с ними поторговать? Может быть... У этих чувачков... Что-нибудь есть? Или... Они сейчас пройдут через это место и тоже погибнут. А, ну вообще здесь закрыта дверь. Они не должны здесь проходить. У-па. Забирай зубра. Маляя. Воу. Зубр это... Это просто... Это просто мощь. Я не знал, что... Выравнивание поверхности так сильно роляет. Активное задание. Клад с вещами. Нам удалось перехватить сообщение о схроне с ценными вещами стоимостью 585 евроцентов. Неподалеку от поселения. В сообщении говорится, что там можно найти пояс щит. Давай посмотрим, далеко ли я там. Но у меня такое чувство, что еще рановато бросать базу. А где мы? Вот это мы. Вот это мы. А где мы-то? Вот это? Вот оно, поселение. Два агрессивных зайца. У нас нет оружия и... Ну, вы сами понимаете. You know what I mean? Так, нам нужно будет еще заняться немножко ремеслом. Я думаю, еще три дубины будет достаточно. Охренеть, ты посмотри, какой же... Какой же успех. Так, он сейчас развлекается. Потом мне надо, чтобы он все-таки добыл залежи деталей. И не зафакапил... О, друг, я понимаю, что у тебя время сна. Мы изменим тебе режим дня и увеличим сон на часок. Нормально. И по... Активное задание путь к звездам. Ну-ка. Знакомый вам дружелюбно... А, это отправление в космос. Мы где-то... Мы где-то тут. А, ну вот, да. Вот этот бирюзовый домик. Кстати, это не очень-то далеко. Я не знаю, хочу ли я концовку через корабль, до которого мы добежим. Или мы построим свой. Возможно, мы очень быстро погибнем. В смысле, мало пищи. У тебя 70 единиц. У тебя 70 единиц пищи. Ты посмотри, у тебя сколько здесь запасов. Это 99 риса. Не зафакапил. Снизим температуру где-то 4 градуса. И во время, когда все-таки будет крутиться наша вертушечка, ну, гости пришли. Тут все-таки будет прохладно, и еда не будет портиться. Никогда. И иногда он будет крутиться. О, привет, ребята. Подходите, подходите ближе, не стесняйтесь. У меня не особо есть чем поторгать. Я могу им продать дубины свои. Так, что? О, они, кстати, готовы купить дубины. У них есть бронекуртка за 400. Мы не можем себе такого позволить. Да, продадим дубины. Потому что, ну, я сразу подозревал, что дубины это как бы дополнительно. Мы можем взять психиновый чай. Для того, чтобы в крайних случаях бахать его. Почему? А, это у него 143. У меня-то по нулям. Ну, тогда мы просто заберем свои 16 серебра и провалим. К чертовой матери. Так, мы вот это отменим. Это бестолковое мероприятие. Я бы хотел сделать пол из стали. Звучит как прикольная идея, потому что у нас куча стали. Но, нет, это пустая трата ресурсов. Мы лучше сделаем стальные стены. Ну, неужели их надо уничтожать? Я могу их сделать двойными. Имеет ли это смысл? Не имеет. Не имеет смысла. Сделаем так. Молодца. Слушай, он оперативно начал делать дела. Я прям, прям горжусь. Жена растет на глазах. Вырос из маленького мальчонки. Так, давай перед тем, как ты пойдешь все-таки спать. Ты перенесешь весь рис в холодильник. Молодцы. Ууу, они что-то подарили. Штанишки. Уууу, ты ж теперь не голый. Ты посмотри. О, щкады. Ты посмотри, он больше не голый. Нет, а не почему? У тебя есть штанишки теперь. Все. Ты должен быть доволен. В комнате прохладненько. Спасибо большое за подгон, ребят. Спасибо, спасибо. Appreciate it. Почему здесь растет хуже? Плодородность 70. А, здесь хуже почвы, я понял. Я понял. Ладно, много проблем. Но проблем. У нас 194 пищи. И наверное, надо все-таки сделать какую-то комнатку типа типа кухни. У нас сейчас освободится дерево и можно будет сделать что-нибудь. Что-нибудь такого плана. Этот кусочек вырубить. Сюда установить плиту или костер. Вот это сгладить. и будет неплохая комната. Активное задание. Тайник с боеприпасами. Силовые когти. Боевой механический протез кисти руки с загнутыми когтями на каждой спорте. Мы что, сможем стать росомахой? Отчетом по ситуации возможно неизвестная угроза. Яйкс. Ну это кстати очень даже близко. Ну здесь через перевал надо будет перебраться. Нет, давайте умиротворение мужчины. Наконец-то. Ебой. У нас теперь здесь железная стена. Максимум что может выгореть это двери. Опытный торговец. Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу я подозреваю что это можно продать мясо мясо зубра у меня есть 50 кстати надо из этого чего нибудь приготовить сейчас они продают быков карр корова у корова это это было бы ваших huge на 504 корову можно доить и это считай обмен всякой травянистой пищи на на молоко очень круто боевой покров из ткани пуховик все стоит достаточно дорого продадим кожу тоже кожу тоже продадим и возьмем просто деньги оба че закрой а это это от прошлого это от прошлого это от прошлого это от прошлого все нам джо я очень огорчен твоим твоими и идеями добывания ты делаешь это некорректно давай ты сделаешь так и потом просто кучу несешь офигеть он просто может весь пак за раз унести тем не менее он добывает по единичке у нас неплохой такой запас пищи кстати кстати здесь он все-таки не вырубила x поставим здесь сразу костерчик и у меня здесь и ну это табуретка для еды мы сделаем еще одну постройка мебель табурет учу вот грозы я кстати тоже опасался скажу честно потому что огонь может распространиться спалить там все двери стены я ничего просто не смогу потушить но сейчас идет дождь так что даже если молния шарахнет рядом скорее всего дождь все зато что мы можем воспользоваться этим отрядом чтобы убить медведицу номер только ближнее оружие то есть мне надо будет разок стукнуть по ней не они не мы не будем рисковать что там вообще за психи психические какие-то звуки кошмарные очень страшно не надо никакой рандомной пищи случайно валяющийся не мир мертвые какие-то олени которых мы можем утащить и употребить ну ну ладно пока так меня напрягает этот медведь вот и теперь мы можем приготовить себе пищи блюдо например две штуки наклониться то есть 8 порции еды будет мне кажется это более чем достаточно о чёрт у нас будет еда наконец готовая пища понимаешь а медведь ходит до мышей тут убивает да всякая развлекаясь может и потом уничтожишь этот кусок мрамора что мне не бесил спасибо заодно скилл еще поднимешь так и наверное копию сюда себя так ну чего у нас есть определенный прогресс можно замутить что-нибудь интересное теперь наверное мы можем вникнуть исследовать статья я забыл здесь добавить пару ловушек у нас кстати начинает заканчиваться дерево надо вырубить весь лес видимо области собрать созревшие во я вот этими штуками еще не пользовался удобные контекстные менюшки и срубить и он наберет кучу кучу созревшего дерева сразу кстати наверное чтобы эффективнее работала кухня она все-таки должна быть закрытой область черт жена мы с тобой неплохо выживаем ужасно спальня почему камон чуть и не нравится пол мы точно не будем те застилать из мы можем выровнять пол и и это может помочь на самом деле это может помочь средняя простой а здесь еще грязно помимо всего прочего заросли амброзии щит амброзия это нормально только только она еще не созрела умиротворение закончилось лады лады но проблем и и у тебя интереснее становится ожидаемо бедно богатство растет 500 красота прибавляется да смотри мы почти в ноль ушли ему не нравится грязь кто-то только что жестко просрался на суде по звуку ну смотри у нас уже нормальной красоты спальня кто кто-то совершил ошибку медвежонок посмотри он их разваливает через семь часов умрет а все медведь г.г. ну ты пытался друг а чёрт мне вот так жаль он реально пытался так чё у нас есть еще залежи железа я думаю пришло время все-таки замутить столик для исследований и изучить хотя бы аккумуляторы потому что он не стоит постоянно на ветряк рассчитывать рано или поздно он перестанет крутиться и начнем плохо время проводить спальня кстати ну как 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 у тебя дебаф по спальне просто неприятное место а уютная спальня так просты стали для исследований ты неудачно ну допустим и сюда зафигач температура кстати падать начала в принципе больше не нужен что у нас по пище три рациона еще есть 170 еды пусть посрубает дерево чуть-чуть тоже отличная идея а чё сюда нужно по ресурсам от не только древесина об у нас есть столик для исследований давайте посмотрим какое можно исследование назначить выращивание деревьев психолист пимикан ковка можно делать милишное оружие у нас есть небольшой прогресс в электричестве препараты пока опустим можно реально заморочиться с аккумуляторами это отличная отличный вклад и всего 400 единиц пока наверное перри первое очередное пусть он добудет дерево у него же семерка в строительстве офигеть пусть он построит последнюю ловушку хотя бы так у него время развлечений я по пусть но у нас нам некуда спешить здесь целая вери вереницы из ловушек не достает всего одной но даже даже этот пак будет хорош наверно против двух-трех противников но я бы хотел чтобы он все-таки научился делать люк а ремесло 2 то есть он сейчас пару дубинок сделает он может уже изготовить себе лук я думал что там скил папа более нужен скажу честно то есть мы уже сможем охотиться на шиншилл на индюшек прочих мы сможем байтить противников сюда на ловушке так мне надо чтобы после того как ты сделал еду чтобы ты все-таки занялся поднял уровень до двух и сделал лук себя это будет наш вклад и есть он вырезал еще одну дубину а чё по уровню ремесла ремесло 500 осталось брат маля давай ты покушаешь а он сделал две уже еще две сделаешь и тебя прошу тем маля это то что надо серьезно я тебе не вру если ты сделаешь будешь просто крутым чуваком с луком отменить удалить делай лук охренеть все мы можем сделать лук range range dps ты посмотри все у нас есть лук ужасный лук но наш ты пасад 5 пасад это же самодельный лучок дальность 23 урон 10 10 это почти миллион мощь почему тебе весьма темно здесь же есть факел но она кстати уже скудная стала ты посмотри сколько у нас пищи и башки воробушки рандомный рэнди прям на удивление расщедрился обычно обычно мне с ним история проходит по по печальнее посложнее но пока пока я рад тому что все идет так так лайтово и приятно как убрать описание комнат параметры комнат его я только что заметил всего лишь все видео преграждал хам экран надписью о том что как какого качества комнат так жона ты конечно молодец безусловно я так им горжусь ты посмотри как он вырос за два эпизода у него 6 в растеневодстве в горном деле пятерочки 7 по строительству два ремесла и так чему можем сшить тунику а ну у меня нет 60 ткани я точно могу сказать мы можем замутить небольшой огород чтобы выращивать хлопок кстати да такое достаточно лайтовый релаксовый эпизодик у нас выходят с вами так давайте грядущий шаман торговец учитаю с нами все хотят торговать гг бб как они прошли и не нагрели никого не разбудили вы что гоните ну кстати мы можем воспользоваться их услугами через сколько там жена просыпается так сейчас мы с ними посмотрим чем чем можно потрогать генератор пси импульса импульс не действует на людей но вызывает у всех находящихся в регионе животных пугающей галлюцинации из-за чего те становятся агрессивными копье безумия я думаю тоже самое а они страусов продают мира нейтрамин компоненты готовы купить у меня но не продают я бы не взял пласталь по 15 за штуку из пластали можно делать крутые ловушки генератор успокаивающего пси импульс хорошая штука но я к сожалению не хватает жена я предлагаю нам заняться одной интересной штукой пока торговцы на месте я понимаю ты хочешь кушать давай разочек ну шарах не разок по нему у него дальний бой 3 а ну у него же была двойка из-за его истории опа беги умоляю беги ему откусили пипиську не фигня но как бы ты же можешь лечить себя а ну он пошел уже лечить себя яма слишком на близкой дистанции к эти штуки безумно быстро о кстати они слились вообще подожди или они согрелись они идут сюда они согрелись жена у меня есть предложение чтобы ты посидел в домашней локации газель гаде ощущение что мы здесь еще мясо охренеть халявное мясо так они они бегут я видел как они выходили на улицу этим мегапауки да да смотри ты посмотри хочу один того остальные передумали добить мы их кушать конечно же не будем но как бы минус один это уже хорошо я думал еще один подтянется но он что-то не не разделил идею жена молодец я не ограничу тебя в перри переходах локациям ты же полечил себя но похоже что полечил все посмотрим точно да да он вылечил не страшные ранения но будем надеяться что все таки заражение не будет плохо время проведем тогда я думаю стол необходимо переставить сюда и переставим таблетку тоже сюда чтобы пара рандомные всякие эти персонажи не приходили смысле стрелять мне нужно чтобы ты ее уничтожил а мы наверное вот эту дверь уберу тут и так достаточно проходов и и мне не нравится тоже идея чувачки тусят здесь прям неприятно но буэно жена потихоньку восстанавливать можно нагреть и еще кого-нибудь на самом деле бум крысу она кого-нибудь из них бабах нет еще там не бум крысу надо бы затеймить а у тебя будет отдых я понял потом обязательно разделы газель пока спасибо большое за убийство одного паука а чё он мы можем мясо этих мега пауков кушать у него не будет дизморали из-за этого две мертвые газели вот это еще не испортилась нет кстати 18 часов мы прям по таймингу у нас 25 кожи есть так наверное нужно реорганизовать время нашего персонажа чтобы он все-таки занялся теперь учением строительство теперь не в приоритете мы все-таки здесь немного задефались да да наверное да и ну что я могу сказать я думаю что это хорошая точка для сохранения мыша не умеем писать жони 2 отличный эпизод ребята большое спасибо за то что присоединились к моему приключению в мире rimworld а наш персонаж жена всего лишь был немножко ранен и даже пережил это мероприятие без каких-то осложнений пока что обязательно увидимся с вами совсем скоро я постараюсь как можно скорее записать еще одну часть если у вас есть предложения по поводу своих персонажей или какие-то дополнительные типсы потому как устроить наше жилище я готов их выслушать в комментариях к этому видео еще раз огромное спасибо это был джонни специально для канала joywire всего вам хорошего и пока пока